По утрам поездка на маршрутке это особое испытание. К примеру, путь самурая от поселка Готовского до Таирова, Долок и Тернист. Чего только стоит поездка в часы пик. Оптимизация существующих маршрутов, согласитесь, звучит внушительно. Но насколько нам хотят помочь, будем разбираться. Спасать нас, простых одесситов, выбирающих для передвижения цветные автобусы, решили в Департаменте транспорта Горсовета путем сокращения количества похожих маршрутов. По словам городской власти, оптимизация транспорта поможет очистить дорожную развязку и подсчитать примерное количество необходимых парковочных мест в центре и спальных районах. По словам местной власти, порядка 4-5 автобусных маршрутов дублируется, потому некоторые, цитирую, из них частично не выполняются. Таким образом, мэрия признает, что тендеры выигрывают маршруты-призраки. Конечно, их легче всего оптимизировать. Шоп, как в Европе, в Одессе за пару месяцев вряд ли получится. Но в профильном департаменте уверены, что решить вопрос с повторяющимися маршрутами можно за пару лет, а то и до конца года. На сегодня испытание одесскими маршрутками пройдено отлично. Я добралась на работу за полтора часа, начиная с высока Готовского до пятой станции Большого фонтана. Я думаю, что не стоит одеситам рассказывать, какого добираются в часы ПИК. Все это прекрасно знают. Но поснимать внутри мнение удалось, так как одеситы не всегда адекватно реагируют на камеру в руках человека. Собрать мнение людей нам все-таки удалось. Горожане идею оптимизации поддерживают, но негативно относятся к тому, что изменение маршрутов может повлиять на количество средств передвижения. Наоборот, мне кажется, надо еще больше, чуть-чуть, потому что людей очень много и все просто висят. Я считаю, что сокращать ничего не нужно, потому что за последнее время очень увеличилось количество людей, количество населения, которое находится в нашем городе. И, соответственно, это приводит к большому количеству людей, которые ожидают транспорт. Вот вечером, допустим, когда едешь, я могу это точно сказать. Приходится иногда пропускать, чтобы не толкаться. Я сегодня утром ехала и была очень сильно забитая маршрутка. Я две маршрутки пропустила, не могла доехать никак на собеседование. Просто и поэтому не стоит. Я думаю, что не стоит. В час ПИК очень много людей маршруток. Просто забитые они, невозможно выехать. И очень сильно большие пробки. С поселка я вчера выезжала 40 минут. 40 минут до южной дороги с поселка. Инициативу городского руководства поддержала и транспортная комиссия. Далее согласование ложится на плечи Департамента финансов городского совета. После заверения на само исследование может уйти минимум полгода. Конкретно то, что касается оптимизации дорожного движения, мы закажем транспортную модель города. Изучим потоки, изучим, куда ездят люди, на каких видах транспорта, по каким маршрутам. С помощью социологического исследования и с помощью закупки данных у мобильных операторов. И на основании этого мы составим транспортную модель города. А дальше, уже имея эти данные, можно перепланировать сеть маршрутов. И сделать новую сеть маршрутов общественного транспорта такую, чтобы она стала более оптимальной. Чтобы люди тратили меньше времени на поездки. Пока о том, с чего именно начнутся покращения, идут лишь разговоры. Как быстро они станут реальностью и насколько эффективными изменения в движении транспорта будут для города, мы сможем узнать только по истечению времени. Ну или по возвращению на городские улицы больших вместительных автобусов, которые уже давно занесены в Красную книгу Одесской инфраструктуры. Но это еще не все. В мэрии обещают, что к концу этого года будет возможной бесконтактная оплата. Ну а пока запаситесь масками, антисептиком и мелочью. И пожалуйста, дорогие деситы, в преддверии 8 марта не провозите цветы в общественном транспорте. У кого-то может быть аллергия. Увидимся с вами в одесских маршрутках по пути домой. Татьяна Барумбей, Константин Ищерет, Телеканал Репортер.